Всем привет! Вы на канале Покашеварим. Сегодня очень простой, очень быстрый и очень вкусный рецепт. Мы готовим куриные наггетсы в панировке из чипсов. Подфильмец себе наделали и кайфуйте. Все максимально просто. Берем куриную грудку. У меня их две, можно взять три-четыре, это уже по желанию. Так, от чего избавляемся? Да ни от чего не избавляемся. У нас тут каких-либо неприятностей нет. Разве что вот это маленькое, маленький хрящик, да, его, наверное, стоит срезать. Эть! Вот оно, эй! Ладно, немножко мяса лишились, дай бог с ним. Так, куриная грудка. Во-первых, отделяем малое филе. Во-вторых, нарезаем большое филе вот так вот вдоль. И делаем наггетсы по своему усмотрению. Размер, в общем-то, какой хотите, да? Размер и форма. Малое филе тоже нарезаем. Вот такие вот кубики, прямоугольнички, квадратики. В общем, как получилось, так получилось. Курицу немного подмариную. А, в общем-то, блин, да что мариновать курицу, да? Ее посолить, поперчить, да добавить чего-нибудь типа паприки или куркумы. Можно, в принципе, в соевом соусе. Это тоже имеет место быть. Вместо соли или вместе с солью. И добавлю паприки больше для цвета, хотя и сладости она добавит. Для того, чтобы это все хорошо объединилось, я использую оливковое масло. Или просто обычное подсолнечное. Масло как бы эмульгирует все специи, объединив их на поверхности курицы. Вот в таком виде курочку оставим минут на 20, тогда точно она промаринуется. Можно убрать в холодильник. Дело с зальезончиком. У нас будет стандартная тройная такая панировка. Мука, яйцо и секретный ингредиент в виде чипсов. Нифига себе секрет, да? Который взял и раскрыл сразу. Когда яйца взбиваю, их тоже желательно подсолить и просто перемешать. Все, два яйца должно хватить нам. Во вторую емкость высыпем немного муки. Можно использовать, в принципе, крахмал. Не имеет значения. Главное, чтобы она лишнюю влагу вся втянула. И берем любые чипсы, которые вы любите. Ребята, это не интеграция Lace. Поверьте. Хотя кто мне поверит? Вы видите бренд и сразу пишете, реклама продался. Да ладно, бог с ним. Lace так Lace. Это я от ребенка прятал. У меня провинился. Я спрятал пачку чипсов. Она у меня уже полгода валяется. Наконец-то применение нашел. Да, я просто их измельчаю внутри, чтобы не париться. Можно скалкой, можно вот так руками. Так. И пересыпаем в третью емкость. Можно еще дополнительно помять. Помять. Мне кажется, вот такой структуры вполне хватит. Теперь каждый куриный кусочек мы последовательно обваливаем в муке. Потом в яйце. И потом в панировке. Здесь по принципу, сколько она липнет, столько она липнет. Так и живем. Я застелю пергаментом либо фольгой. Смажу маслом. Но это просто, чтобы форму не пачкать, это не обязательно вообще делать. Я решил руками, а то что-то слишком чисто получается. Это вообще не про меня история. Давайте минут на 15. 200 градусов, я думаю, все приготовится. Можно в сковородке обжарить, можно во фритюре. Ну, в духовке как-то пополезней. Достаем курочку. Опа. Вот, ребята. Наггетсы. И вот таким вот образом готовимся к просмотру любимого фильма или сериала. Топчик. Супер горочка. Горка мечты. На-не-на-не. У меня наггетсы в чипсах. За 15 минут абсолютно курица готова. Вне всяких сомнений, она не высохла. И она осталась сочной. И она приготовилась одновременно. Это то, что нам нужно. Какие у меня здесь соусы, вы меня спросите. Это соусы больше для фотографий. На самом деле, какие хотите, используйте. Хотите сырный какой-нибудь хайнс. Кетчуп. Там сметанка с чесночком. Вот она у меня и с паприкой, например. То есть соусы на ваш вкус. Хотите сладкий чили, например, в магазинах продается. Купите и используйте. Это же наггетсы. Че вы? Во что хотите, в то и макайте. Я вот в кетчуп, например. Сочненько. Мощненько. И если бы мы сразу из духовки бы их поели, было бы еще максимально хрустященько. А мы проболтали чуть-чуть, пока пофоткали. Хрусткость осталась процентов на 60 только. Причем, смотрите, тут чипсы, они сначала убились, потом вернулись к жизни. Когда мы замочили их в яйце, в этом, в льезоне, да, они, естественно, вымокли. Мы отправили в духовку, все это обратно высохло, и чипсы вернулись в изначальное состояние. Вот такая вот метаморфоза. По факту вкусно. На самом деле, такого доминирующего вкуса чипсов нет. То есть просто ты ешь, как вкусные наггетсы в панировке. Хорошую, сочную, домашнюю курицу. Это реально вкусно и просто. Повторяйте обязательно. Всего вам вкусного и до скорых встреч. Пока. Да, Димасик, на. Давай, опорсуй. На. Ну-ка, давай, тащи. Сочненькая вышла грудка, да? Угу. Супер. Блин, люблю такие рецепты. Простенько и вкусненько. Простенько и вкусненько.